Здравствуйте! В эфире новости в студии Мария Кондиуса. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Наша куриная поджарка – это очень популярный продукт. Наши пельмени русские, миники. Готовят по-домашнему сахалинская производственная компания, расширяют ассортимент полуфабрикатов. Приступить к работам планируем с 1 мая. Сквер в честь столетия юбилей Воздушного флота России отметят новым общественным пространством в Хомутово. ВУРУС у нас проходит 21 марта. 21 марта почему? Потому что это день равнодействия. Праздник обновления сахалинские диаспоры встречает Навруз. Мы сначала не понимали, почему вообще люди раньше так любили устраивать баллы и танцевать на них, и почему для них это было развлечением. Окунулись в эпоху 19 века. Сахалинский колледж искусств устроил бал для старшеклассников областного центра. Чтобы дети были психологически готовы к соревнованиям более высокого уровня. Репетиция больших побед в Южно-Сахалинске прошли тренировочные соревнования по каратэке Окушинкай. Чиновников, которые требуют от граждан плату за справки, будут наказывать и вычитать деньги из их заработной платы. Об этом губернатор Валерий Лимаренко заявил на совещании в правительстве области. Поводом для этого послужила жалоба жителей Стародубского на сотрудников коммунальных служб. Народ не нагружаете лишними заботами. Это раз. Во-вторых, мы живем в век цифровизации. То, кто будет бумагу по 50 копеек продавать, значит, вычиту из заработной платы. Понятно? Также губернатор предложил создать систему цифрового мониторинга цены нехватки продуктов в первой необходимости в магазинах. Все основные торговые предприятия уже внесены в систему. В областном центре продолжается ремонт улицы Комсомольской. Участок дороги от торгового центра АЭС до столицы скоро перекроют на три месяца. Кристина Ким узнавала, какие работы уже проделали и стоит ли волноваться горожанам насчет пыли в летний сезон. Ремонт Комсомольской от Победы до Пуркаева. Сахалинцы наблюдают с 2020 года. Сейчас улица Емельянова разделяет два участка. Северная часть ассоциируется больше с чем-то современным и удобным, а южная наоборот напоминает сельскую дорогу. Еще прилично выглядит дорога до магазина АЭС. Там в прошлом году уложили нижний слой асфальта. Этим летом предстоит залить финальный. В прошлом году была выполнена замена основания на участке в 500 метров с устройством асфальтобетонного покрытия и еще 300 метров замена основания с чемпионочным покрытием. То есть на сегодняшний день замена основания осталась там 120 метров. А еще на участке, пока стоял холод, обновили инженерные сети. Рабочие были вынуждены переворошить пешеходные зоны. Сейчас горожане ходят по смеси щебня и грязи, чем крайне недовольны. Тяжело ходить на самом деле. Каждый день хожу на работу, с работы очень тяжело. Но при этом понимаем, что так как тоже за рулем, то понимаем, что необходимо делать дорогу. Поэтому терпим, терпим. Долго-долго будем мириться, смотреть, наблюдать. Принимаем правила игры, так скажем. Да ужасно ходить, очень грязно. Ну, все будет, все хорошо. Кроме того, утром 23 марта еще и перекроют проезжую часть. Доступ заблокируют от поворота на торговый центр АЭС и до столицы. Работы будут длиться на участке. Все оставшуюся весной и немного лета. Планируют открыть дорогу к концу июня. Начинают ремонт уже сейчас, потому что погода позволяет. За это время рабочие успеют заменить дорожное основание и уложат новое асфальтовое полотно. А по бокам проезжей части, наконец, появятся ливневки. Сезонная проблема потопленной улицы в дождь должна решиться. Ливневки сделают, дорожную одежду устроят. Что еще до июня? Какие работы произведут? Ну, параллельно мы будем заниматься, опять же, парковочными карманами. Тут их основных, так сказать, торговых центров у нас четыре. То есть это торговый центр АЭС, Зодчий, Ковбой и торговый центр столицы. Там рядом будет производиться благоустройство, установка бордюрных камней. А вот благоустройством тротуаров и остановок для общественного транспорта, а также озеленением займутся летом и осенью. Завершится ремонт Комсомольской по плану к октябрю. Пока причина тягивает срок сдачи, объекта нет. Однако до конца работ водителям и пешеходам придется терпеть неудобства. Весь транспорт, в том числе и автобусы, будут ездить в объезд. Кристина Ким, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. Котлеты, поджарка, пельмени и вареники. Больше 60 наименований полуфабрикатов собственного производства предлагает островитянам компания «Ханан». Местную продукцию знают уже на территории всего островного региона, а повара все продолжают расширять ассортимент. Из кулинарного цеха Ольга Артемова. В разгар рабочего дня в цехе шумно, оживленно, а для гостей предприятия еще и аппетитно. Здесь готовят полуфабрикаты в более чем 60 наименованиях. Зразы, куриная поджарка, болгарские миники, котлеты домашние и пельмени русские давно вошли в пятерку лучших на островном рынке товаров местного производства. Компания поддерживает традиции настоящего домашнего вкуса и использует только натуральное сырье. Лучшие рецепты вкладывая частичку души. Если это мясо, то это должно быть чисто мясо. Если это овощи, то это должны быть именно натуральные овощи. Никаких добавок мы не приветствуем. Потому что мы сами покупаем эту продукцию, мы покупаем своим детям. Работники наши тоже покупают продукцию. Заместить тесто и приготовить линейку начинок – задача изготовителя блинов. В ассортименте – ветчина и сыр, рис и мясо, творог, яблочное повидло. Такая продукция давно полюбилась тем, кто предпочитает еду по-домашнему. Они очень вкусные, а мы делаем любую, да, как вот домашнюю. Радуют производители полуфабрикатов не только взрослых гурманов, но и детей. Недавно для маленьких островитян были разработаны особые пельмени. Пельмени для детей готовят из филе грудки и бедра индейки. Именно это мясо считается гипоаллергеном. А вот такие красивые цвета возможны благодаря красителям, а недопустимы в пищевой промышленности. Впереди у компании большие планы. Уже скоро здесь расширят ассортимент, который придет на замену продукции уходящих с российских рынков производителей. Сейчас это миссия номер один, считает руководство. Ведь недаром организация несет в своем имени «Ханаан» глубокий смысл. Библейское название – это название территории, где течет молоко и мед. В те времена Моисей вел израильский народ, выводил из египетского рабства, и народ шел. Люди ожидали изобилия, люди ожидали плодородия. И самое главное – это свобода от этого гнета. Компания «Ханаан» – неоднократный участник профессиональных конкурсов, выставок и ярмарок, за что имеет дипломы и грамоты. В копилке и награды за вклад в развитие сахалинской перерабатывающей промышленности. При этом на достигнутом мастера не останавливаются, а производственный процесс здесь кипит круглосуточно. Уже 17 лет. Ольга Артемова, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. В планировочном районе Хомутова появится тематический сквер. В честь столетия российской авиации территорию рядом с самолетом на постаменте превратят в зону отдыха. Согласно проекту, здесь облагородят прилегающую местность, высадят цветы и кустарники. Подробности расскажет Евгений Коньков. В планировочном районе Хомутова вокруг памятника самолету Ан-24 появится зеленая зона. О том, что южная оконечность областного центра страдает от отсутствия территорий для отдыха, говорили уже давно. Но дело сдвинулось с мертвой точки недавно. Помог федеральный проект формирования комфортной городской среды. Наполнение сквера будет тематическим. Детские игровые площадки в форме самолета, горки в виде диспетчерских вышек, информационные аншлаги, посвященные авиации и легендарным летчикам. Также проектом предусмотрено строительство нового постамента, свойство пешеходных дорожек, посадка деревьев и кустарников с устройством цветников. Приступить к работам планируем с 1 мая. Столетия со дня создания в России гражданской авиации будут отмечать в феврале следующего года. Символом профессии на Сахалине стал списанный турбовинтовой самолет Ан-24. Его начали выпускать в 1959 году. Конструкция оказалась настолько удачной, что крылатые машины сходили с конвейеров в течение 20 лет. Самолет предназначен для внутренних перелетов. Одним из достоинств Ан-24 стало то, что ему не требовалась длинная бетонная взлетно-посадочная полоса. Машина спокойно садилась на грунтовые ВПП длиной 600 метров. В рамках строительства сквера легенду советского авиапрома установят на новом постаменте. Согласно проекту, здесь предусмотрено переустройство инженерных сетей, установка наружного освещения. Последним штрихом нового сквера станет благоустройство и озеленение всего участка. Площадь объекта составляет около 8 тысяч квадратных метров. Решение о строительстве сквера приняли после голосования. За этот проект отдано более 5 тысяч голосов. Жители Хомутова принимали в нем самое горячее участие. Невозможность погулять в тихой и приятной обстановке давно волновала местных жителей. Конечно, людям будет где пройтись, отдохнуть, с детьми погулять. Хорошее дело. А там у нас и негде, чтобы она была в сквер. У нас там нет места. Вот в лес только и все. Я думаю, хорошее дело. Нужное. Потому что многое. У нас здесь мало зелени, в принципе-то. Я думаю, хорошо. Сейчас проводится процедура заключения муниципального контракта. Окончание работ, согласно планам, намечено на 1 ноября этого года. Евгений Коньков, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. Россия продолжает процедуру по выходу из парламентской ассамблеи Совета Европы и всех механизмов этой организации. Напомню, такое решение депутаты приняли 15 марта в связи с вводом санкций со стороны европейских стран и политического давления на Россию. Отечественные политики поддерживают такое решение. Ситуацию прокомментировал депутат Государственной Думы Георгий Карлов. Если говорить коротко, ничего кроме экономических выгод и экономии наших денег мы не теряем. Во-первых, ПАССЕ давно превратилась уже из площадки диалога в инструмент давления на Россию со всеми вытекающими русофобскими явлениями. Георгий Карлов подчеркнул, что выход нашей страны из ПАССЕ – правильное своевременное решение. Также напомню, что в этом году Россия не вносила ежегодный взнос в Совет Европы, а это порядка 33 миллионов евро. Урок, посвященный противодействию профилактике терроризма, провели для учеников 8-й школы Южно-Сахалинска. Сотрудники полиции объяснили детям, как не стать жертвой теракта, научили техники безопасности при чрезвычайной ситуации. Мои коллеги расскажут подробнее. Стреляют. В аудиозаписи отчетливо слышен плач школьницы чудом, выжившей в теракте и выстрелы убийцы. В прошлом году Ильнац Галевиев проник в одну из казанских гимназий. Трагический итог – погибли 9 человек, 32 пострадали. Тогда, 11 мая прошлого года, ничего не предвещало беды. Подобное событие могло и может произойти в любом другом учреждении. Поэтому детям необходимо быть готовыми и знать правила безопасности в случае чрезвычайной ситуации. Об этом ученикам 8-й школы рассказала капитан полиции Юлия Тищенко. Такие занятия проводятся регулярно. Такие мероприятия в школе происходят ежегодно и не раз в году. Мы стараемся в течение учебного года несколько раз проводить подобные мероприятия. Проводим недели толерантности, в рамках которых, например, в начале года мы делаем выставку, например, посвященную народам, населяющим Российскую Федерацию. То есть мы там показываем национальные костюмы, еду, какие-то обычаи, рассказываем ребятам об этом на уроках. На встрече специалист ведомства рассказала школьникам о видах и формах терроризма, его проявлениях и способах противодействия, а также научила ребят, как правильно себя вести. При обнаружении подозрительных предметов, если поступила угроза по телефону или же если рядом прогремел взрыв, школьники считают лекции полезными. Каждый год мы про терроризм говорим. Я считаю, об этом нужно говорить, потому что, несмотря на все то, что нам повторяют, тут каждый год все равно люди вступают в экстремистские организации. Мне кажется, наверное, даже нужно глубже изучать, не так поверхностно. Мне кажется, даже еще чаще должны проводиться мероприятия. Учитывая то, что сейчас происходит, какая сейчас ситуация, это нужно еще сильнее. Сложенность действий учеников и педагогов отрабатывается также практически. В школах регулярно объявляют учебные эвакуации. Ребята, как правило, показывают отличные навыки. Это результат в том числе и теоретических занятий, направленных на противодействие терроризму. Кристина Ким, телекомпания ОТВ. Проживающие на Сахалине диаспоры, происходящие из группы тюркских народов, отмечают набрус. Праздник по значимости, сопоставимый с Новым годом, проходит также масштабно. В течение нескольких дней люди дарят друг другу подарки, загадывают желания. А чтобы они исполнились, проводят древние обряды, готовят традиционные угощения. Наша съемочная группа побывала на торжестве. Песню, посвященную Новому году по-мусульмански, исполняет вокальная группа Киргизского культурного центра «Мураз» в переводе «Наследие». Его организатор и бессменный руководитель Айнур Мукашева. На Сахалине живет давно, но родной язык и культуру не забывает. И этот праздник для нее один из самых важных. В этом году мы решили провести тематический вечер «Ир-Кесе». «Ир» – это песня, «Кесе» – это большая пьялка. То есть получается пьялка с песней. И в Кыргызстане есть семь областей. И каждая область передает друг другу эстафету каждый месяц. Вот сегодня проводят «Чуйская долина» – «Ир-Кесе». В кафе «Азия-Микс», где базируется центр, все стилизовано под национальное жилище-юрту. Есть место для почетных гостей, причем ковры, на которых они восседают, аутентичны. Их в Кыргызстане передавали из поколения в поколение. Макет еще одной святыни супруг и соратник Айнуры Улан-Балатбек сделал самостоятельным. В «Чуйской долине» есть самая известная башня Бурана. Это достопримечательность историческая. С IX по XI век был этот минорет построен. Это когда было ханство караханидов. Здесь очень бережно относятся к истории своего народа, берегут сами и приучают к этому детей. Центру «Мурас» почти два года. За это время приросли коллективами и направлениями работы. Есть детский танцевальный ансамбль, взрослые вокалисты и исполнители на национальных инструментах. Его работу высоко оценил представитель консульства Кыргызстана на Сахалине. Уверен, для его земляков это очень важно. Они очень сильно скучают по своей родине, по своим традициям. И здесь, в этом центре, они имеют возможность, находясь далеко от родины, побывать. То есть, почувствовать эту атмосферу своей страны. Главный обряд праздника – изгнание злых духов с помощью можжевелового дыма. Его проводит Умай Уне, персонаж, символизирующий мать родоначальницу. В момент заклинаний все загадывают желание. У нас даже дыма бывает, когда болеешь, обязательно вот этим дымом. И как бы проходит грипп, можно сказать. Помогает? Помогает. Навруз – один из трех главных мусульманских праздников. Впереди Ураза-Байрам и Курбан-Байрам. Даты праздников разные, но подоплека у всех одна. Пожелание мирного неба над головой, добра и любви. Вера Рудакова, Максим Чернобровкин, Телекомпания ОТВ. В Южно-Сахалинске приступили к ямочному ремонту. Бригады работают в режиме скорой помощи. Более подробно о том, что предстоит сделать и когда дороги областного центра приведут в порядок, мы поговорили с директором завода имени Федотова Алексеем Римшей. Запись беседы смотрите прямо сейчас в рубрике «Гость студии». Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. В Южно-Сахалинске стартовал ямочный ремонт. Расскажите, пожалуйста, что в первоочередной повестке, с каких улиц начали, сколько бригад работает и чем они оснащены. На самом деле стартовал немного громко сказано. Сейчас ведутся работы по обеспечению безопасности дорожного движения, ликвидации тех повреждений асфальта, которые стали появляться в связи с наступлением весны. Основная причина появления ям – это активный переход через ноль в течение суток по несколько раз. То есть, когда днем все течет, все тает, с зеленых зон течет снег. Соответственно, ночью все это попадает в щели в асфальте. И далее все это замерзло, и начинаются, появляются ямы. Собственно, по всем наблюдениям, которые сейчас есть, основные участки, которые пострадали дорог, это те улицы, которые не подвергались капитальному ремонту долгие годы. То есть, более пяти лет. Соответственно, мы и зимой вели эту работу по ямочному ремонту. Применяется сейчас только одна технология, которая доступна в нынешних погодных условиях. Это литой асфальт. В Южно-Сахалинске она применяется с 2009 года. Тогда в городе появился первый термосбункер. Сейчас у нас их два. Работы ведем преимущественно в ночное время, поскольку в этот момент, во-первых, первое, мы не создаем проблем водителям, не создаем пробки дополнительные. Второе, в это время как раз воды меньше, то есть снег перестает таять, и мы можем работать на сухом покрытии. Повторюсь, это не полноценный какой-то там ремонт дорог, это, по сути, режим скорой помощи. То есть, есть второй вариант засыпать щебенкой эти ямы, но мы понимаем, что эффект длится несколько часов, но это не совсем правильно и неудобно. Соответственно, делаем ремонт литым асфальтом. Показал он себя за все эти годы очень неплохо. Применяется он, на самом деле, по всей стране. Более того, в каких-то регионах технологии литого асфальта применяют, например, для формирования асфальта вокруг колодцев. Вот то место, которое часто разбивается. Литой асфальт пластичен и позволяет сохранять целостность покрытия. Значит, сейчас работы ведутся по всему городу. Как мы работаем на своих объектах, которые закреплены за нами, так и помогаем нашим коллегам, предприятиям, которые обслуживают другие улицы. Алексей Алексеевич, Вы правильно упомянули погоду. Она действительно сейчас не постоянно. Есть ли риски, что она повлияет на качество асфальта? Или какие технологии Вы используете, чтобы все было хорошо? В данном случае действительно технология литого асфальта, она немного отличается от стандартного горячего асфальта. Температура смеси составляет более 200 градусов, почти 220. Для сравнения обычный асфальт до 150. Соответственно, при таких температурах смесь выпаривает любые остатки влаги. Но, соответственно, сами ямы заранее готовятся. То есть, помимо того, что они ваврезировываются, получаются относительно ровные края, сама яма потом прожигается специальной горелкой газовой, для того, чтобы не было остатков воды. Ну и плюс смесь сама с такой температурой уже не оставит влаге никаких шансов. Помимо этого, для того, чтобы увеличить производительность, мы запустили один из асфальтовых заводов своих. И сейчас мы смесь готовим не в самих термосбункерах, машинах, как мы это делали раньше. Этот процесс занимал до 8 часов, только приготовление в самой машине, в самой установке. Сейчас мы их используем только как термосы для перевозки и укладки. Сам асфальт мы готовим на сальтобетонном заводе. Качество смеси в таком случае получается значительно выше. Это первое. Второе – скорость. Соответственно, мы за одну ночь делаем уже не 50 квадратов, а до 200 квадратных метров. То есть в 4 раза больше повреждений мы можем ликвидировать. А по прошлому году позитивную роль в ремонте дорог сыграли цифровые технологии. Это в том числе сервис «Сахалин онлайн», где жители фотографировали ямы, а также у вас была машина, которая называется «Молния». Она считывала информацию с дорожного покрытия. В этом году будете ли использовать какие-то технологии новые? Ну, действительно, и волонтеры, и специальная карта интерактивная, и специальный аппаратно-пограммный комплекс, который был установлен на автомобиле, использовались в прошлом году для выявления повреждений дорог и для последующего их устранения. Но это будет все немножечко позже. Почему позже? Потому что, повторюсь, сейчас мы работаем в режиме скорой помощи и обеспечиваем безопасность дорожного движения. Полноценный ремонт участков будет возможен только после их обследования, после отмерзания грунтов. Сейчас мы видим, вот где-то дороги пошли волнами. Это как раз говорит о том, что грунт где-то промерз, где-то то, что мы считаем провалами, это как раз те участки, где грунт не промерз по причине пролегания инженерных сетей, где там грунт не подвержен промерзанию, а остальные участки промерзли. Физику вспоминаем. Грунт увеличивается в объеме, поднимается асфальтобетонное покрытие. Соответственно, примерно к первым числам мая все это встанет на место. После этого будет четко понятен объем повреждений, поскольку при вот таких деформациях покрытия где-то разрушение происходит, где-то нет. Соответственно, там, где оно произойдет, эти все факты будут выявляться, уже ставятся в план ремонта, ну, собственно, который в прошлом году мы завершили к середине июня. Алексей Алексеевич, спасибо большое, что стали гостем нашей студии. До свидания. Спасибо, до свидания. Это еще не все новости. Смотрите далее в нашем выпуске. Мы сначала не понимали, почему вообще люди раньше так любили устраивать балы и танцевать на них, и почему для них это было развлечением. Окунулись в эпоху 19 века. Сахалинский колледж искусств устроил бал для старшеклассников областного центра. Чтобы дети были психологически готовы к соревнованиям более высокого уровня. Репетиция больших побед в Южно-Сахалинске прошли тренировочные соревнования по каратэке Окушинкай. Малыш Игнат три дня как родился, а уже чем-то расстроен. А все потому, что никто из вас не знает о его достижении. А ведь его появление чудо. Он родился вопреки всему, победив диагноз бесплодие. Отличная работа, Игнат. Ты настоящий богатый. Национальный проект «Демография» это бесплатные процедуры ЭКО для семей с диагнозом бесплодие. А вы и не знали. Национальные проекты. Смотрите, вместе у нас получается. Первый балл Наташи Ростова, именно эту главу великого романа, взяли за основу организаторы первого на Сахалине иммерсивного шоу. Зрители и гости наряду с артистами стали участниками очень красивого мероприятия. Вместе со студентами и преподавателями Сахалинского колледжа искусства они танцевали полонез, играли в ручеек и фанты. Как это было, давайте посмотрим. Платье в полу девочек, строгие черные костюмы или форменные кители у мальчишек. Сегодня они не просто школьники, а дамы и кавалеры. Все испытывают легкий стресс, даже организаторы. Мы все очень сильно волнуемся, переживаем, потому что вот с такой программой, с таким шоу мы выходим впервые. Мы еще не знаем, что получится в итоге. Устроить настоящий бал для старшеклассников эта идея родилась как часть образовательной программы, в рамках которой детей приучают к классической музыке. Проект «Сам классика детям» существует уже давно. И в этот раз мы решили, что пора выходить из зоны комфорта, из родных стен Сахалинского колледжа искусств и попробовать себя на совершенно новой площадке. Настоящий бальный зал или зала, как говорили раньше, действительно создает атмосферу. Еще до начала действия у юношей и девушек меняется взгляд, осанка, торжество по традиции начинается полонезом. Так же, как в романе Толстого, главная героиня, юная и доверчивая Наташа Ростова волнуется и переживает, ее роль успешно исполнила студентка третьего курса Анжелика Квашнина. Мне очень нравились репетиции, когда мы все вместе танцевали. На самом деле мы сначала не понимали, почему вообще люди раньше так любили устраивать балы и танцевать на них, и почему для них это было развлечением. А когда мы сами окунулись в эту атмосферу, мы все поняли, потому что мы тоже веселились, нам было весело танцевать. Самые веселые танцы – мазурка и полька. Еще интереснее играть в ручеек, ведь именно таким образом знакомились, влюблялись, а потом делали предложения и создавали брачные союзы. Слово «бал» пришло к нам из французского языка и произошло от глагола «танцевать». В Россию, как часть обязательного государственного этикета, балы вел Петр I. Они вошли в историю под названием Петровские ассамблеи, отличались чопорностью и строгим порядком действий. Атмосфера этого бала совсем иная. Не очень строгий дресс-код, свободное поведение и привычные гаджеты – все это для того, чтобы создать более комфортные условия новичкам. Я в первый раз нахожусь на подобном мероприятии, для меня это очень волнительно и отчасти даже страшно. Мне кажется, данный опыт все же будет мне необходим в будущем и мне кажется, что побывав на подобном мероприятии, я как-то отчасти прониклась атмосферой. Такой опыт старшеклассникам пригодится уже скоро, ведь всего через пару месяцев у них состоятся другие балы – школьные и выпускные. Это нужно делать, это нужно проводить. Вообще, в дальнейшем, если все сложится хорошо, сегодняшний опыт нашего мероприятия пройдет успешно, я бы рекомендовал, не знаю, может быть, как-то это, в школах проводить такое мероприятие и не прямо приглашать к нам на какие-то площадки, а приходить в школу и в школе это проводить совместно с восьмыми классами, с девятыми. Звуки бала доносились из областного центра народного творчества более двух часов. На огонек заходили и просто прохожие. Вход был свободен. Юные каратисты выявляли сильнейших. Тренировка в виде соревнований прошла в областном центре. В ней приняли участие десятки спортсменов от восьми лет и старше. Как рассказали организаторы турнира, такие сборы нужны, чтобы ребята прониклись духом состязаний и были увереннее в поединках вне родного татами. Подробности далее. Перед тем, как выйти на татами, ребята разминают мышцы. У Евгения Корягина день рождения. И юный каратист намерен самому себе сделать подарок, а именно победить. Сильная сторона Евгения – удары нижними конечностями. Ими он намерен бить по ногам соперника. Попадания в голову не приветствуются. Слишком велики шансы стать жертвой собственного удара. Опасен удар в голову для того, кто бьет, то, что ты открываешься. Ты бьешь в голову, и тебя могут легко пробить в пузо, в тело. Устойчивости нет. Тебя могут ударить в ногу, и все. Девочки от мальчиков не отстают. Юные сахалинки тоже уверены в победе. Анна Кузина не зря посещает дополнительные занятия. Они помогут в бою. Первое место точно. Потому что у нас есть дополнительные тренировки, и я прям зажигаю, как мне по-детски. Эти соревнования скорее разминка, максимально приближенная к реальным состязаниям. Помериться силами с соперниками из областного центра приехали каратисты из Тамари, Тымовского и Корсакова. Главное здесь – это наработать опыт. Сделано для того, чтобы ребята получали опыт в поединках перед официальными соревнованиями, которые у нас проходят как в Сахалинской области, так и за ее пределами. Данные мероприятия проводить необходимо для того, чтобы дети были психологически готовы к соревнованиям более высокого уровня. Пользуясь случаем, островные каратисты поздравили своего земляка – южносахалинца Даниила Ли с бронзовой медалью престижных международных соревнований в Москве. Мне получилось победить благодаря тому, что мы готовились почти каждый день. Один день отдых в неделю. И меня настраивали родители, помогали. На этих соревнованиях Данил тоже не подвел и получил приз за высокий уровень техники. А лучшим бойцом стал Кирилл Хе. У девочек это звание получила Яна Сорочина. Евгений Коньков, Максим Чернобровкин, телекомпания ОТВ. Я напоминаю, что эти и другие новости вы также можете посмотреть на нашем YouTube-канале, а также на сайте информационного агентства «Сахалин Курилы» и в социальных сетях. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. С 2014 года в России было зафиксировано более 15 преступлений с применением насилия в учебных заведениях несовершеннолетними. Станьте для вашего ребенка другом, с которым можно поделиться своими переживаниями без страха. Уделяйте больше внимания его проблемам и взаимоотношениям со сверстниками. Не все дети одинаково счастливы, но абсолютно каждый заслуживает нашего внимания. Детям нужно ну очень много для счастья. Измельчитель травы и кустов, грязевые ванны, дизайнерский наряд, древние артефакты и пол, который лаван. А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь выплатами при рождении ребенка в рамках национального проекта «Демография». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...